Всем салют, друзья! Это Крымский Влог с вами на связи. Друзья, мы сегодня в Севастополе, и в Севастополе сегодня происходит всероссийская акция Ночь в музее. И естественно, если вы себе представляете, что в Севастополе это музей, такие же музеи, как и везде, в помещениях, то большинство музеев в Севастополе находятся под открытым небом. И один из них, Херсонес Таврический, который мы сейчас со Славиком успешно посетим. Ну а позже отправимся дальше по остальным музеям, по которым успеем, которые будут работать. Но завершим мы обязательно на Константиновской батареи, друзья. Там у нас будет конечная точка. Погнали! Друзья, просто посмотрите, сколько людей! Сейчас где-то минут 15-12 ночи. И вот просто обратите внимание, сколько народа, сколько желающих посетить музеи. Все они сегодня в открытом доступе, все они сегодня бесплатно. Я не знаю, я не первый раз уже слышу про эту акцию, но вот именно посетить музей, что-то как-то, не знаю, то ли не было желания, то ли как-то считал, да ну и вот что, я там днем не был там, что ли. Вот сегодня со Славиком решили выбраться и все-таки несколько музеев посетить. Ну и, соответственно, осветить вам для вас, как это все происходит. Вот, как видите, людей очень много, соответственно, такие акции, и есть смысл проводить. Не только здесь. Ну понятно, что по всей России. Это еще мало народа. Всероссийская акция, конечно. Да нет, ну на самом деле много. Я днем столько народу здесь не видел. Ну, кроме лета или там, выходных, выходных. Ночью, вот просто посмотри, сколько людей. Пойдем? Пошли. Здрасте. С праздником вас. Супочки. Сужба безопасности. Друзья, для тех, кто не был на Херсонесе, здесь находится вот такая вот реконструкция Херсонеса, как он выглядел еще в те далекие времена. Херсонес Таврический. Владимирский собор по центру и все остальные здания. Ну, а мы сейчас дальше пойдем погуляем. Да. Друзья, просто посмотрите, как шикарно выглядит Владимирский собор. С его подсветкой, друзья. Это просто шикарно. Везде стоят интерактивные панели. Причем сенсорные, где можно почитать историю этого места. Скажите, а что там внутри? Планетарий. Там специальный фильм сферический. Там проекция идет полностью по куполам. Про историю названий созвездий. В общем, связанные тоже с античной мифологией. Понятно. Это все туда, да, стоят? Славян, что пойдем в Планетарий? Что, дурак? Три часа там стоять, что? И в полчаса, что закрывает там? Ну, даже пускай через два часа. Охажайте туда заранее. Так, мы сейчас подходим к самому крутому месту. К Херсонесе. Византийский дворик, друзья. Я не знаю, мое любимое место. Я просто обожаю это все. Посмотрите, это здание. Это зелень на лестнице. И вот этот фонтан. Друзья, надеюсь, вам так же видно, как и мне. Вы максимально прочувствуете то, что я чувствую и я. Все эту красоту. Здесь, походу, тоже играл инструмент сегодня. Наверное, мы уже все выступления протекали. Конечно, все будет. Где-то люди сидят, может, все-то ждут. Слушай, не оно круто, да? Такая активность, я в шоке. Блин, честно, мы думали, что тут пару человек будет. Это такая целая куча людей, друзья. Так, здесь византийская экспозиция. И тоже целая куча людей. Друзья, люди максимально активны. А здесь раскопки были. Видите, вот так вот сохранилось все после Херсонеса. Здесь план реконструкции висит. Пойдем дальше. Пойдем к Владимирскому собору. Ого-го. Я, кстати, не был тут на византийской экспозиции. Не, на остальных я был. Друзья, просто посмотрите, какая шикарная арка. Красивая. Ну и, конечно, жемчужина Херсонеса. Друзья, это Владимирский собор. Самый красивый собор в Крыму. Мирский собор. Выглядит просто шикарно. Был разбомблен полностью в Великую Отечественную войну. И восстановлен. Посмотрите, как и красота. Он тоже в таком византийском стиле. Еще до того момента, когда не было отсоединения церквей. Сохранилась вот эта красота. Здесь, к сожалению, забор закрыт. Сейчас с этой стороны покажу вам Владимирский собор. Друзья, не стесняйтесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Колокольцы там, все дела. Просто красиво, друзья. Вот в это место обязательно стоит приехать. Если вы будете в Севастополь, прямая дорога в Херсонес. Здесь вы найдете все, что вам нужно. Авторские песни. Я так и не узнал кого. Я думал, какая-то античная постановка будет. Вот, я вам кусочек вставлю. Аплодисменты богиня. В нем ли блаженный, Всезрящий, Имущий всевечное око, Светоч небесный. О, гиперион, О, титан златояркий, Неутомимый, Себя породивший, От рада живущий. Ты на востоке родитель зари, А на западе ночью. Ор, ты единственный, Сводишь кружа на своей колеснице. Ясный, Сияющий всем. Ты жизни, Восходящее око. И на закате Сияешь ты день. Оказалось, что это просто, просто Авторский концерт. Идем дальше. Идем имя посмотрим. О, твое имя греческое, вот. Так. Ну, мое имя по-любому греческое. Ага, твое. Агата, Антон, ниже. Аркадий, Аристарх, Артемий. Артемий. Здоровый. Понял? А я. Так, ну он Вячеслав. Варвара, Василий, Виссарион. Ни хера твое имя не греческое. Ну да, греческое. А ты тоже не Артемий. В смысле? Ну, только если Артемий добавит. Ха-ха-ха-ха. Так. Короче, если ваше имя греческое, можете подойти и узнать его значение. А также, соответственно, почитать здесь историю. Тут, ну, если вы Херсонес приедете, то дня не хватит, чтобы все погулять, все посмотреть, все почитать, все увидеть и понять, как все устроено. Поэтому, друзья, приезжайте в Херсонес. Сзади меня, друзья, туалеты. Наша любимая рубрика. Туалет в Херсонесе. Несмотря на то, что музей бесплатный, а туалет стоит 20 рублей. Ну, все, друзья, мы постепенно прощаемся с Херсонесом и переносимся на Константиновскую батарею, друзья. Но переместились мы не сразу, но вот этом прекрасном только что-то я с другой стороны оказался. В пароходе. Ничего страшного. Друзья, мы сначала доехали до площади Нахимов и сели в этот прекрасный катер, который, кстати, был пустой. Вот люди едут обратно. Такая вот большая очередь. Скорее всего, вы не влезете. Через час следующий будет там. Друзья, посмотрите, какая здесь красота. Вот ночью все равно как-то красивее, чем днем. В любом месте вот подсветка реально решает. Смотрите, какая красота здесь. Как будто все еще во времена царей. О, друзья, мы сейчас выходим на главную площадь. Ну что, друзья, вы готовы? Мы в самом сердце Константиновской батареи. Первый раз здесь. Смотри, какая красота, друзья. Здесь проходят вальсы, балы, устраиваются. Посмотрите, здесь просто нереально красиво. Все это совсем недавно буквально восстановлено. В украинские времена здесь была вообще полная разруха. А сейчас здесь просто максимально красиво. посмотрите, как российский флаг развивается. Круто. Такой огромный. Друзья, здесь в центре стоит какой-то памятник. Сейчас мы подойдем, посмотрим, кому. по всей видимости, отбился от экскурсии. Братская могила защитников Константиновского Равелина 1941-1942 года. То есть, Великую Отечную войну. Вечная слава героям, морякам. Вот так, дорогие друзья. Так, пойдем дальше посмотрим, что здесь еще есть. Блин, вот эти деревья маленькие. Вообще, какой-то шик. Вот так вот, друзья, благодаря вот такой акции мы сегодня с Вячеславом побывали в таком прекрасном месте. здесь выставка пушек. Руде. Здесь тоже. Это, понимаю, внутри как раз находится музей со всякими интересными экспонатами. Смотрите. На Равелине, друзья, конечно, людей поменьше, да, чем на Херсонесе. Ну, конечно. Почему? Потому что все не вводят в личную трамвайчик. Приходит раз в час. Да, друзья, видимо. Хотя, может, люди раньше сюда приезжали. Раньше может, было больше людей. Сейчас-то уже сколько? Ну, сейчас поздавал. Без 22. Поэтому, возможно, людей было больше. Но все равно приятненько. Так вот, благодаря такой акции мы впервые побывали на Равелине на Константиновской батарее, друзья. Поэтому крутое событие, да? Угу. Ты доволен? Конечно, сюда пытался три года попасть. Потому что руки не доходили. Вот так. Или ноги. Ну, да. Я на ногах хожу, не на руках. Ладно, друзья, короче, это была ночь в музее на Крымском блоге из города Севастополь. Все, всем счастливо, всем пока. Всем пока. Давайте, короче, там. Не шалите. Не шалите.